Я считаю, что я бодипозитивный человек, вот воспринимайте меня таким. Какой значок должен быть в голове у человека, что ему пора... Сейчас я вам всё расскажу. Даже худой человек, если у него есть большой процент жира в организме, но при этом у него индекс массы тела низкий, он может иметь плохие анализы. Что мне делать? Мне две недели и свадьба, мне нужно там сбросить 16 килограммов. Вам нужно сесть на диету? Это просто раскрутка людей на деньги. Полностью отказывается от глютена, кто-то отказывается от лактозы. Они просто не умеют их готовить. Кость широкая. Кость широкая, да. Подкаст «Просто такая генетика». Привет, я Валерий Ильинский, директор и сооснователь медико-генетического центра «Генотек». И сегодня ведущий подкаста «Просто такая генетика». В нашем подкасте мы с учёными, врачами, исследователями говорим о том, как генетика влияет на нашу жизнь. И сегодня мы будем говорить о теме, которое волнует многих, которое вызывает много вопросов, сомнений, заблуждений, желаний, стремлений, дискуссий. Мы будем говорить о том, что мы едим, как мы питаемся, что правильно, а что нет. И у нас в гостях Наталья Нефёдова, врач-диетолог, член Ассоциации диетологов Канады. Всё верно. И Елена Коваленко, молекулярный биолог и научный сотрудник «Генотек». 10 лет назад каждый второй был фотографом, то сейчас каждый второй нутрицолог. И каждый второй прописывает диеты, рекомендует, что есть, уверен, что три ближайшие подруги похудели только благодаря советам. Давайте разберёмся вообще в специальностях. Ну, понятно, есть врач, есть медицинская специальность. А есть ещё много других слов, которые сейчас можно встретить в интернете. Нутрициолог, натуропат. Да, вот давайте это всё разложим. Что образование такое, ну, высшее, а что курсы? И вчерашний бухгалтер может стать сегодняшним экспертом. Моё личное образование, я просто не росла в России, меня вывезли в детстве в Канаду. Я там оканчивала школу, поступала в университет, я получила высшее образование по диетологии. Это 6 лет высшего образования. Потом я поступила ещё на психологию и клиническую фармакологию. Конечно, когда я приехала в Россию, я, честно говоря, не ожидала, что здесь будет такая аховая ситуация. Вот мы как раз до начала говорили, ну, не мы говорили, но я слышала, как говорила, что это действительно большая проблема. Я лично считаю, что диетологии в России не существует. Я согласна с вами. После того, как я окунулась во всё это, и когда вообще дело касается, например, каких-то соцсетей, это просто, вот, даже не знаю, что сказать. Поэтому, да, ситуация очень-очень плачевная и очень страшная, потому что налево-направо появляются какие-то курсы, какие-то там месячные, трёхмесячные, неважно, да, которые дают сертификаты. И люди с этими сертификатами идут и лечат других людей, думая, что, ну, слушайте, картошка, это и есть картошка? Все знают, да, что такое картошка. Вот я сейчас вам посоветую. Витаминчики пропишу сахерами. Обязательно, конечно, потому что почему бы и нет, да, почему бы и нет. Вот, поэтому все думают почему-то, что это так просто. На самом деле этим можно очень сильно навредить, испортить здоровье. И, ну, я не знаю, как у людей на самом деле, вот честно, хватает совести это делать. Но вместе с тем всё равно нутрициология – это наука, и возможно иметь образование высшее по нутрициологии. Существует даже PHD по нутрициологии. Единственный момент – то, что это далеко не каждый может. И, в принципе, мне кажется, в России довольно мало таких нутрициологов, их можно перечислить просто по пальцам. Куда больше таких псевдоспециалистов, которые действительно прописывают различные БАДы, и они твёрдо убеждены, что они лучшие специалисты, хотя они заканчивали... Да, но я не знаю, на самом деле, людей, даже которые получали в России высшее образование, скажем, получили, я не знаю, медицинское высшее образование, ну, предположим, да, потом сделали мастерис или PHD, сделали за границей. Потому что если вы не получили образование по нутрициологии за границей мастерис или PHD, считайте, что у вас нет образования в нутрициологии. Это просто, потому что всё остальное, ну, это узнать как бы в целом, получить какие-то общие знания, что замечательно, если вы это делаете для себя. Но если вы идёте вот с этим сертификатом, да, распечатанным на компьютере, или вам выдали какое-то красивое голограмм. С многими печатями причём. С голограммой, да. И вы говорите, я вам сейчас вообще расскажу, как надо делать. И даже вот эта доступность курсов и их различное такое разнообразие, оно усугубляет эту проблему. По той причине, что люди заканчивают эти курсы, они действительно считают себя коллегами диетологов, они себя называют диетологами, хотя диетолог — это не нутрициолог, это не равно. Это может быть как дополнительно. Нет-нет, смотря где. На самом деле на Западе это может называться и так, и так. В Штатах там не различается диетолог, нутрициолог, клинический, да, нутрициолог — это и есть диетолог. А в Канаде может быть различие. Ну, тут речи коуч называется по-другому. Не-не-не. Коуч — это вообще... Коуч — это отдельная категория людей, которые... Коуч — это тоже. Нет, на самом деле коуч может существовать. Это просто советчик, который тебе советует, что делать, но это не врач. Это не всегда врач. Да, его обучили. Его обучили, вот у него есть буквально вот скрипт, как у вас сегодня, а у нас его нет, но у меня лично. Вот. Его обучили, это другое образование, то есть это не значит... Это а-ля медсестра, которая помогает, напоминает таблеточки принять, которые врач прописал. Наверное, это даже лучше, потому что у него нет высшего медицинского... Ну, или вообще медицинского образования. Это просто специалист. Это просто вот человеку, скажем, мы вас возьмем. Я буду на трещинка учить. Да, и мы вас отправим на курсы, и вам объяснят, что говорить. И через три месяца я буду всем рекомендовать... Да, но вы не будете... Нет, я буду рекомендовать. Я, наверное, буду как раз поддерживать то, что пропишет врач. Да, да, абсолютно. То есть прописывает какую-то диету. Хочется понять, смотрите, есть медицинские специальности, когда человек действительно учит работать с другими людьми, давать рекомендации. Есть научные специальности. Ну, вот я не знаю, как в генетике. Есть врач-генетик, а есть генетик, который закончил биофак МГУ. Он может быть генетиком, как ученым, но он не имеет никакого отношения к медицинской специальности, не может лечить людей, даже там, закончив 3-4-5-месячные курсы. И нутрициолог тоже не может лечить людей, которые с диабетом, с ожирением таким серьезным. Нутрициолог, если это ученый, человек, который занимается наукой нутрициологии, это все-таки не клиническая специальность, это научная специальность. Человек, который, по логике слова просто нутрициолог, он должен заниматься наукой и изучать. Ну, вот видите, в России эти понятия какие-то очень размытые, вообще никто не знает вообще, что происходит. Как я говорю, что может быть клинический нутрициолог и называться нутрициологом? Это одно и то же, что диетолог. Ну, то есть нету разницы. Ну, хорошо, тогда давайте определимся. В России, кому можно верить? Врачу. Ну, получается, если есть высшее медицинское образование, то человеку можно доверять. Честно, мне кажется, нет. Никому может ли не врач лечить людей? Например, ко мне приходит, скажем, ко мне приходит клинингий пациент. Я делаю ему анализы. Ну, назначаю. У него диабет второго типа. Я ему звоню, говорю, ну, мне очень жаль, да, там у вас диабет второго типа, ничего страшного, значит, пойдите к эндокринологу, он назначит вам метформин, вот она будет следить за там дозами и так далее. Потом вернется ко мне за рационом. Приходит, он ко мне говорит, вот мне, значит, эндокринолог назначил диету. Я говорю, давайте. Я посмотрю на это. Значит, пишет, значит, сладкое только после обеда, на завтрак творог, мед не есть. И следующие 50 лет только это. И она знала, что он придет ко мне. Я вот на самом деле не понимаю, зачем она это сделала. Ну, еще, конечно, омегу-3 там 3000 миллиграммов в день. Потому что, ну, витамин Д это ладно еще как бы. Ну, вот омега-3 3000 миллиграмм, это вообще, ну, в общем, вот врач, она эндокринолог, имеет высшее образование. Эндокринолог, так сказать говоря, довольно часто в России эндокринолог-диетолог. Вот таких вот чистых диетологов, по-моему, образование просто так построено, что большая часть вузов, они выпускают вот этих вот эндокринологов-диетологов, которые ты вроде как эндокринология, вроде как диетология, вроде как это все одновременно. Вроде как, да, и гастроэнтерология, это тоже диетология. Да-да-да, это всё примерно так же. У нас, к сожалению, нет такого, что каждый должен заниматься своим делом. Все стараются перекрыть все специализации, и я не понимаю, зачем, на самом деле. Это большая редкость, когда врачи говорят, нет-нет-нет, я вот, например, гастроэнтеролог, вот как Головенко, когда мы с ним познакомились, гастроэнтеролог, не знаю, может, его знаете, Алексей, и он говорит, нет-нет-нет, питание я не трогаю, я делаю своё дело, значит, вы делаете своё дело. Всё, мы как бы работаем в тандеме отлично. Хорошо, давайте, если переходить уже к здоровью человека, от врачей к здоровью человека, там самая частая, наверное, проблема, с которой обращаются люди к диетологам, и ещё заодно к эндокринологам, и натуропатам, и всем остальным, это ожирение. Ожирение – это довольно частая проблема. Да, есть такое. Но это всё-таки заболевание. Заболевание, конечно. Есть определённые категории ожирения, есть, собственно, симптомы этого, ожирения, они там чаще всего видны. И последствия. Видны, да. Есть последствия, но всё-таки это заболевание, это такое неоспоримое заболевание, которое должен лечить врач. И на самом деле, если так задуматься, то такое заболевание есть у большого количества людей. Не все люди, которые имеют лишний вес, считают, что они больны. Некоторые люди считают, что они раздобрели, похорошели. Кость широкая. Кость широкая, да. Ну, и это отчасти, на самом деле, проблема. То есть, когда я руку сломал, я понимаю, что это травма, и я иду к хирургу. Я понимаю, что это медицинская проблема, и мной должен заниматься врач. Если я заболел, простыл, ну, я тоже понимаю, что это медицинская проблема, и, наверное, я пойду к врачу, там, вряд ли я пойду к эксперту, который закончил трёхмесячный курс лечения коронавируса, например. Но вот если у меня ожирение, то большинство людей, мне кажется, не воспринимают это как медицинскую проблему. Люди воспринимают это как психологическую сложность переедания, или они ищут какую-то магическую таблетку, которую я съел. Как эстетическую. Как эстетическую тоже, да. Сейчас ещё модно принимать себя, каким я есть. А, типа это как называется? Бодипозитив. Да, да, да. Вот как, где грань, на самом деле, между нормой и болезнью? Опять же, вот такой пример, я уже в нескольких подкастах его привожу, мы общались с одним психиатром, она, собственно, объясняла, что в психиатрии норма, а что не норма. И вот у неё такая шуточная была фраза про то, что кто первый халат одел, тот и врач. Да, тот и врач, да. Вот в случае с ожирением, а что на самом деле является болезнью и что являются нормой, где вот эти границы? Ну, есть цифры, которые показывают, естественно, там мы можем смотреть на индекс массы тела, да, то есть там есть норма, да, и там ожирение первой степени и так далее. Вот. Объём талии, естественно, вместе с индексом массы тела, потому что жир, который скапливается в оптиминальной области, вот как раз мы о нём и волнуемся, о бёдрах мы не волнуемся, это чистая эстетическая проблема, это вот живот, живот это такое главное. Но человек, который даже имеет лишний вес, согласно, вот скажем, индексу массы тела, но ведёт активный образ жизни, и таких, по-моему, им по 8-10%, можете, не знаю, если вы помните поправить, они могут иметь нормальный анализ биохимии, то есть они могут быть здоровы, просто потому что они ведут активный образ жизни. Тогда вот всё равно вопрос, а чаще всего диагноз ожирения ставится именно на основании индексом массы тела. Ну, есть там шкалы, если это больше, по-моему, 16 индексом массы тела. Нет, 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 16, это даже уже чрезмерно низкий индексом массы тела. Да, да, это до 24,9. Да, 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 это будет нормальный. С 18,5 до 24, это норма. Если больше 24, это уже лишний вес. Предожирение. Да, потом будет уже ожирение первой степени, второй, третий, так далее. Ну, не так далее, уже мы заканчиваем на третьей. Там дальше, кстати, всё плохо. Хорошо, а тогда всё равно вопрос. Если, например, у человека с точки зрения индекса массы тела, ожирение... Ну, смотрите, индекс массы тела, он не учитывает... Вот как раз я говорила про локализацию жировых отложений. И вообще процент жира не учитывает. Да, он не учитывает, где это. Может быть, я не знаю, может быть, если мы берём даму, может быть, у неё пышная грудь замечательная, и там бёдра действительно такие. Или спортсмены тоже. Многие представляют Ким Кардашьян, у которой довольно... Да, нет, у неё всё в порядке. Но у неё там всё, по-моему... Много всего остального. На самом деле, даже худой человек, если у него есть большой процент жира в организме, но при этом у него индекс массы тела низкий, он может иметь плохие анализы. Абсолютно, если он не ведёт активный образ жизни. Таких тоже. Я не помню, где-то 10%, где-то 8% у кого-то из этих категорий. В районе 10%. Но, да, то есть, когда мы меряем индекс массы тела, это просто один из показателей. Как правильно коллега сказала, что если спортсмен придёт к вам в олимпийской сборной, у него будет индекс массы тела, например, 33. Это вот ожирение-ожирение. Но это не значит, что у него ожирение. Просто у него большая мышечная масса. Потому что индекс массы тела, да, это сравнение соотношения роста и веса. Это всё. Это вот один из показателей. Потом мы меряемся с Наталью и определяем, где у нас находится жировое отложение. Если, опять же, я повторюсь, это бёдра, мы не волнуемся по поводу здоровья. Что нужно сделать простому человеку, чтобы понять, что у него есть проблемы? То есть, что должно насторожить? Ну, кроме индекса массы тела, он должен... Ну, понятно, что там он идёт к врачу, но что должно его замотивировать, к этому врачу пойти? Замотивировать? Наверное, все те последствия ожирения. То есть, если у него повышенное давление, если у него плохие показатели крови... Жалуется на одышку, например. Очень много мужчин в России... Может и не жалуется? Они имеют довольно большой живот. Это не считается какой-то проблемой, на самом деле, медицинской. Это мозоль. Тебя встаёт из-за стола каждый раз. Да. У них может не быть одышки. Ну, они могут считать, что у них нет одышки. Они могут не измерять никогда давление, потому что, ну что, мужик-то, какое давление? Зачем его измерять? До поры до времени. До поры до времени. Но вот ещё раз, а что должно... Какой значок должен быть в голове у человека, что ему пора обратиться... Государственная программа. Нет, серьёзно. Потому что если будут говорить каждый раз... Да, вот это должна быть действительно направлена государственно на какую-нибудь программу, нацпроект, который должен говорить о том, что мужчины и женщины с такого-то возраста у вас могут начаться какие-то проблемы, если у вас там индекс массы тела такой, объём талии такой, все должны знать эти цифры. К сожалению, вот я говорю, в России с этим большая проблема. Если Канада, там, я не знаю, Англия, ну, Великобритания, США, да, у них есть хорошие сайты, такие доступные, нормальные, где любой человек может зайти и спокойно прочитать информацию, где это везде вещается, где все говорят о том, и говорят одну и ту же информацию, а не то, что там вот вы ешьте картошку, вам можно, да, другой врач скажет, какая картошка, вы что вообще, картошку вообще нельзя есть, ну, к примеру, да, я говорю. То есть каждый человек знает, что вот если это так, это проблема. Поэтому это вот от государства идёт. Подкаст «Просто такая генетика». Ну, хорошо, тут мы опять же затронули тему этики, что, ну, наряду с тем, что по идее должна быть какая-то программа информирования, по крайней мере, людей, что является здоровьем, что является болезнью, есть ещё вопрос там бодипозитива. Ну, по крайней мере, в последнее время он так становится всё чаще и чаще появляется. Есть там плюс-сайз модели, которые там часто, опять же, появляются в глянцевых журналах, в телевизионных показах и так далее. И это всё фактически легализует, ну, не легализует, это показывает, что попытка показать, что болезнь на самом деле, она не имеет негативной коннотации. И в голове у многих, как мне кажется, вот это движение за бодипозитив, оно не о том, что иметь заболевание – это нормально, а скорее о том, что это не заболевание. Надо понимать, что такое бодипозитив на самом деле, потому что настоящий такой здоровый бодипозитив – это принятие своего тела со всеми его различными изъянами. Это может быть пара лишних килограммов, какие-то, не знаю, шрамы, рубцы, некрасивый там тон кожи. Это действительно бодипозитив. А некоторые люди, и, к сожалению, это сейчас всё чаще и чаще встречается, воспринимают бодипозитив как вот у меня есть плюс 50 килограмм, это отлично, я считаю, что я бодипозитивный человек, вот воспринимайте меня таким, я нормальный. Но есть же и обратная ситуация, что люди, у которых есть ожирение, они часто испытывают депрессивные расстройства, многие другие психологические проблемы, которые, опять же, причины которых в обществе, что общество считает, что это люди второго сорта часто. Да, такое бывает. На самом деле проблема с восприятием себя, мы даже можем отойти от диетологии, это большая проблема, особенно в 21 веке, после появления Инстаграм. Это, конечно, мне кажется, вообще повысило уровень пищевых расстройств разных. Это проблема. Конечно, с ней нужно бороться. Что касается там человека, который имеет лишний вес, ну даже не лишний вес, а ожирение, и он считает, что, ну не знаю, вот он говорит, ой, это типа бодипозитив, да, я такой замечательный. Мне кажется, это просто лёгкий выход. Сказали, что вот это нормально. Ну, значит, я так буду ориентироваться, что это нормально. Ну, конечно, вот если мы говорим о том, действительно, что такое бодипозитив, мне кажется, это хорошее направление. Просто люди начали это использовать по-другому. Неправильно интерпретировать, да. Да, потому что, конечно, пищевое расстройство – это страшное, это такое же заболевание, как все остальные. То есть от этого тоже нужно отходить, потому что помимо генетического фактора имеет, конечно, и социальный фактор. Это заболевание очень сильное. То есть вот эти все соцсети, ну, в 20 веке были журналы, да, а вот сейчас ещё Инстаграм такой замечательный появился. И фильтры все. Хорошо. Но вот ещё люди, которые, условно, за бодипозитив, у них ещё кроме того, что я принимаю себя, есть ещё аргумент, что, ну, что, это у меня такое по наследственности. У меня вот мама полная, бабушка полная, все полные, дедушка полная, все полные, у меня в семье всё такие полные, я тоже с полнотой, это там такая у меня генетика, ничего с этим не могу сделать. Нет, образ жизни. Это образ жизни, потому что, может быть, у них и есть определённое телосложение, которое генетически, да, будем говорить, запрограммировано, но это всё равно образ жизни, они питаются одинаково, они все в семье выросли. Семейные ценности. Абсолютно, там, они, я не знаю, там ходят мало, двигаются мало, припочитают на диванчике полежать, поесть жареную картошечку, сяду, там, колбаски, батончик. Как они привыкли в детстве, вот всё из детства идёт. Какой вклад генов? Маленький, на самом деле. И он может очень сильно варьировать, то есть гораздо больше вклад вносит именно какие-то факторы внешней среды, именно то, как ты питался в детстве, как ты много двигаешься. Ну, всё то, что вы перечислили, оно гораздо больше вклад имеет. Хорошо. Ну, тогда вопрос, а что таким людям делать? То есть там, ну, понятно, что есть там очевидный совет, вам нужно сесть на диету. Не сесть на диету. И вот с диетой вы точно похудеете. Нет, диета – это то, что временное и, так скажем, лечебное, что ли. Например, если у вас подагра, вам нужно сесть на диету на определённое время. Но если вы хотите иметь здоровое тело в целом, вам нужен рацион, потому что это должно быть чаще в жизни. Невозможно сидеть на диете, потому что это не сработало. А вот терминологически, чем диета отличается от рационного? Ну, я же говорю, например, диета – это временное, какое-то прям вот временное. То есть изменение рациона на определённый период времени. Да, на определённый период времени. И, например, с целью вылечить, скажем, ту же самую подагу. Ну, плюс медикаментозное лечение, естественно. А рацион – это часть жизни. Это не значит, что ты, например, вот месяц ты будешь питаться так, а потом вернёшься к своим пончикам. Это нет. Это должно быть частью жизни. Это должно быть естественно. А что должно быть тогда? Что нужно сделать? Как нужно изменить свой образ жизни, рацион, что-то ещё, чтобы похудеть? Потому что у нас, на самом деле, довольно часто обращение в компанию, дам, ой, а я хочу сдать тест и похудеть от этого. И мы им объясняем, что, слушайте, ну, вы не можете сдать тест и от этого похудеть. И публикаетический тест никогда не скажет об этом. Все хотят волшебную таблетку, люди так устроены, что такие бедные. Жалко человечеству. По крайней мере, я вот читал такую красивую историю про волшебные таблетки. Есть волшебные таблетки, которые позволяют похудеть, которые с глистами, вот с яйцами глистов. Если человек съедает волшебную таблетку с яйцами глистов, глисты, собственно, там в человеке размножаются, и человек худеет от этого. Ну, как бы, это не то, чтобы самый здоровый способ похудеть, но довольно волшебный, по крайней мере, первое время, пока человек не понимает, что в нем кто-то живет и съедает его калории. Да, ученые даже замок для зубов для похудения придумали. Так что, что уж тут говорить про таблетки с глистами. А если говорить про такие научные подходы, есть ли какой-то относительно такой эффективный способ похудеть, если не говорить про набор миллион диет, которые, как правило, на самом деле не очень работают. Нет, ну они все работают, потому что они все рассчитаны на низкую калорийность, но это не значит, что они вам подарят хорошее здоровье. То есть тут люди, понимаете, они гонятся почему-то за внешним, надо красиво и быстро, но они не понимают, что, например, ну вот я всегда говорю, ну хорошо, займет у вас это, ну скажем, два года. Ну что такое два года из всей жизни, если это у вас останется на всю жизнь? Да, и у вас будет хорошее здоровье, у вас будет красивое тело, если вы это захотите. То есть, но люди хотят сегодня, значит, я не знаю, пропустить ужин, а завтра встать утром, и она там Виктория Бекком. Ну все же хотят зимой к лету похудеть. А если бы зимой? Нет, ну кто-то весной, да. Или к свадьбе за две недели. А сейчас ты получаешь, что мне делать, мне две недели и свадьба, мне нужно там сбросить 16 килограммов. Ну что делать? Ну нужно просто изменять свой подход к рациону, к образу жизни. Все клинические рекомендации, которые существуют в мире, и, кстати, в России нету диетологических рекомендаций, я слышала, только есть для детей. Это, кстати, тоже большая проблема. Так вот, все мировые клинические рекомендации... У вас есть там стол? Ну это столы, которые вообще никто в мире не знает. Ну, они просто уже потеряли, конечно, слои. Ну, как я говорю, она осталась. Это история санаториев во многом. Это история санаториев. Вот там приезжал человек в СССР, это лечебная диета. Да, да, вы придете к астротерологу, да, он вам скажет, стол пятый. Да. Так вот, клинические рекомендации, которые общемировые, они говорят именно какие-то общие рекомендации, а именно употребляйте больше овощей и фруктов, ешьте разнообразные источники сложных углеводов, не забывайте про там бобовы, там про различные источники белков, включая как животное, так и растительное происхождение. Ну, это история вообще в целом про здоровую жизнь. Это полезно делать всем. Да. Вместо того, если у человека есть не есть... Если ты будешь придерживаться этого, то тогда, скорее всего, у тебя не будет таких проблем, потому что разнообразное питание, оно снижает вот эту всю тягу к сладкому. Но при этом может быть и разнообразное питание, которое просто по калорийности больше, чем... Да, но тогда это и на здоровье. Я же говорю, мы говорим, когда мы говорим о питайтесь... Когда меня спрашивают, что такое правильное питание в двух словах, я раньше в селе меня трясла, думаю, да, отстаньте, невозможно, ты объяснил двух словах. Потом я разработала для себя ответ. Оно должно быть разнообразное и полноценное. Полноценное – это значит, вы употребляете все группы продуктов, да? Если мы их делим, ну, у нас их там четыре. Это овощи и фрукты, это зерновые культуры, это мясные заменители, это молочные заменители. Вот, то есть, например... А почему заменители? Почему вы говорите мясные заменители и молочные заменители? А потому что в мясной группе, например, из заменителей у нас есть рыба, мясо, там морепродукты, все животные продукты. У нас есть там орехи, у нас есть бобовые, у нас есть тофу, ну, ореховая паста, яйца. Вот. Это заменители мяса. Ну, потому что это не мясо. Вот. Также и молочные. У нас есть молочные продукты, а есть растительное молоко, которое является заменителем, ну, плюс-минус, животного молока. Вот. Так вот, вот оно должно быть полноценным, значит, вы употребляете все это. Это достаточно легко сделать. Вот, например, даже если мы берем, ну, вот самый такой, я не знаю, там, стандартный завтрак. Вот у нас есть овсянка, мы ее, скажем, сварили на молоке, ну, любом. Вот мы взяли молочные, мы взяли зерновые культуры, вы посыпали ее ягодами, это из фруктов и овощей, вы посыпали ее семенами или орехами. Это из мясных, ну, заменители мяса. Вот, пожалуйста, у вас полноценный завтрак. И разнообразные. Это значит, в каждой группе продуктов вы должны есть разные. Фрукты и овощи у нас разноцветные абсолютно. Я всегда говорю, ориентируйтесь на радугу, потому что это все не просто так. Там есть, помимо микроэлементов, есть фитовещества. Опять же, зерновые культуры, различные крупы, хлеб, макароны. То есть, ну, есть где разгуляться. Молочные все знают, да? Про молочные вообще в России все знают, какие туда входят продукты. И, конечно, вот мясо и заменители. У нас и рыба, и морепродукты, и птица, и мясо, и бобовые, и орехи, и семена, и яйца, и тофу. Ну, то есть, вот это два слова. Полноценный разнообразный. Главное, чтобы человек просто понял об этом разнообразии, то, что это можно делать, это нужно делать. Потому что у большинства людей довольно есть большая проблема с разнообразием тех же самых овощей и фруктов. Все знают только огурец и помидор. Все остальное для них пластиковое, например. Ой, ну разное есть. Нужно повышать разнообразие продуктов. Мы, кстати, стали говорить об ожирении. Я, на самом деле, в России растет эта проблема, особенно у детей. Вот это вот очень страшно. Но я думаю, что в России, вот как я сейчас вижу, большая проблема с тем, что люди не знают, что такое правильное питание. Вот все, вот в это все упирается. Ускажается понимание правильного питания. Ну, если мы говорим про разнообразие, с одной стороны, то вот есть мода, с другой на разные рационы. Вот сейчас там модно есть, сидит на кето-диете. Да, кто-то говорит, что ой, а у меня вот я полностью отказываюсь от глютена. Кто-то отказывается от лактозы, кто-то отказывается от мяса, ну, в принципе, там становится вектианцем или веганом. При этом, ну, у кого-то стал он веганом, и все супер, кто-то стал веганом, и все стало совсем не супер. Кто-то ушел там на какую-то диету, и он себя великолепно чувствует. Это нормально, все хорошо. До пары до времени. А кто-то, наоборот, дал. Пару месяцев. Побыл на кето-диете, и проблемы с здоровьем неожиданно возникли. Ну, у всех по-разному она будет возникать. Вот это как раз упирается в генетическую предрасположенность. Давайте мы тогда вот про это поговорим, потому что, ну, про лактозу, опять же, наверное, многие знают, что есть непереносимость лактозы, но при этом многие, опять же, ее путают с аллергией на какие-то компоненты молока. Нужно просто в чем-то давать, наверное, на такое небольшое разъяснение по поводу лактозы. Про лактозу нужно понимать три вещи. Что существует именно дефицит фермента лактазы, который расщепляет лактозу. Существует так называемая малябсорбция или нарушение всасывания лактозы. И есть именно аллергия на молоко. Это разные вещи, потому что... На белки. И то разные. Да. Потому что некоторые могут переноситься в выпечки, например. Но есть еще детское заболевание, моногенное тяжелое, галактоземия. Это... Которое... Не про лактозу, но про молоко. Так вот, дефицит фермента, который расщепляет лактозу, тоже можно подразделить на первичную и вторичную недостаточность фермента. Первичная будет связана с генетикой. Вторичная будет связана с различными воспалительными процессами в кишечнике и не будет связана с генетикой. Соответственно, первичная лактазная недостаточность или первичный дефицит лактазы может быть врожденный. У детей это будет сразу проявляться. Он может быть... Транзиторный, по-моему, называется, который у недоношенных детей. Он связан с тем, что их желудочно-кишечный тракт еще не готов к восприятию лактозы. Он еще не дозрел, так сказать. И есть самое распространенное, это возрастная лактазная недостаточность. Она возрастная, так, лет с 15. Но она в разной степени может проявляться в разном возрасте, на самом деле. Да, и самая большая проблема, то, что, скорее всего, вот эта статистика, общемировая лактазная недостаточность, она, в принципе, может быть занижена. По той причине, что люди с вот этой недостаточностью, они могут успешно переваривать до 12 грамм лактозы, согласно научным данным, вот за раз. А в стакане это? В стакане, в короткий стакан молока или стакан йогурта. То есть человек может в день спокойно употреблять вот эти вот 12 грамм лактозы и даже не знать то, что у него есть какая-то генетическая подрасположенность. Получается, что мои шутки про то, что если у человека есть генетические мутации, связанные с как раз недостатком лактозы, и чтобы ему это проверить и доказать, он может выпить на голодный желудок два стакана молока и посмотреть за эффектом. Нет, в принципе, это так работает, потому что мы так и понимаем, что что-то не то. Но при этом тогда у части людей возникает ощущение, ну окей, по нашей статистики это генетическая непереносимость, там недостаток лактозы, непереносимость лактозы, она есть примерно у 50% русских, у 80% людей с еврейскими корнями. То есть это довольно значительная часть населения. И если мировую статистику брать, то в Азии вообще люди в основном лактозу не переносят. Более 90% Переносимость лактозы, ну вообще употребление молока, оно там часто встречается в европейских народах. Традиционно, опять же, во многом, потому что такое молочное животноводство, оно развито в Европе, оно мало где в других местах развито. И у людей возникает ощущение, ага, так значит, молоко вредно. Вот такое утверждение, что в целом молоко вредно, оно, к сожалению, тоже довольно часто встречается. Да, я знаю. Это такая потеря серого вещества головного мозга. Да, я не знаю, почему люди делают такую связь. Может быть, это вот такой вот хайп по питанию, который существует в мире. Я правда не знаю, я долго думала над этим, почему вот человек говорит, о, наверное, может быть, оно вредно, ну, как бы ты подумай головой, обрати специалиста, проконсультируйся. Ну, возможно, потому что лактоза – это сахар, и люди пытаются избегать сахара. Я такой миф слышала. Ну, вот, ой, там… Еще от молочки отекает вот это вот. Вот это классика жанра. Классическое молоко на там соевое, миндальное какое-то еще. Которое, кстати, по калорийности, да, гораздо больше. Я думаю, что это действительно какое-то веяние моды, чем истинные, вот неприятные ощущения со стороны. А что мы получаем из молока? Ну, понятно, что… В основном это кальций, на самом деле. Если мы смотрим на молочные продукты, в основном это кальций, потому что получить витамин D, да, ну, это достаточно трудно. Если молоко такое обогащено, ну, все равно из продуктов достаточно получить для себя, достаточно трудно. То есть, в основном мы должны витамин D получать извне. То есть, это или солнце, которое вредно, да, ну, или это вы живете в какой-то южной стране и по 5 минут вы все равно его как бы ловите, да, на коже. Каждый день по 5 минут вам хватать будет и не надо принимать дополнительно. Но, к сожалению, там, что касается Москвы и Питера, это большая проблема. Вот. В основном это кальций, когда мы говорим, что вот, например, ребенку, ну, скажем, аллергия, да, на казино, никак нельзя. Это вот мы говорим о кальции, когда мы смотрим на эту группу. Хорошо. И нам не надо ее так много. Вот, кстати, извините, да, я вас перебила, в России это большая проблема. Это вот какой-то, я не знаю, это какой-то, наверное, культурный, не знаю, аспект, да, вот пить большое количество молочных продуктов. Там стакан молока, каждый раз. Там кефир, там, да, вот это все. Потому что нам не надо так много. Если мы говорим о вот четырех групп продуктов, у нас самое главное это овощи и фрукты. Ну, скажем, возьмем, я не знаю, там, там, женщину, мужчину среднего возраста, среднего веса, роста. Ну, вот там в целом, да, так, скажем, 10 порций овощей и фруктов в день. Получится где-то там 8 зерновых культур. Получится 2 порции мясоизаменителей, 2 порции молока. Не надо так много, и не все знают, что не надо так много там мясных и молочных. У нас вот в России перебор этого. Может быть, просто они более доступны по бюджету. Самое доступное – это вода. Нет, в смысле, что молочные продукты, они бывают дешевле, чем мясные продукты. Они пытаются как-то восполнить недостаток белковых составляющих. Нет, нет, нет. Мясо они перебирают тоже, причем перебирают сосисками, колбасами. Мы вот это все любим. Я тоже очень люблю хамон. Это моя такая слабость. Но тем не менее, в России это действительно очень большой упор в питании идет именно молочные и мясные. А даже если вы телевизор включите, у меня, например, нет телевизора с 19 лет. И я когда прихожу к родителям, и вот этот телевизор работает, я вижу рекламу. Что с вами реклама? Это кредиты, это фарма, и это молочные продукты, которые сделают с вами просто какое-то необыкновенное чудо, если вы можете их употреблять. Ну, то есть, как-то да. Подкаст «Просто такая генетика». Кроме непереносимости лактоза молока, что еще может быть каким-то стопором, адекватным стопором не употреблять какой-то продукт? Если есть непереносимость... Адекватный? Ну, если мы с глютеном, например. Непереносимость глютена примерно 1-2% популяции. Как и в случае с лактозой, как и в случае с лактозой, нужно тоже разграничивать понятия. То есть, есть целиакия, это... Аллергия. Ну, это иммунная не аллергия, это иммунное заболевание. Это иммунное заболевание, да. Есть именно аллергия на пшеницу, аллергическое заболевание, и есть нецелиакия, нечувствительность глютену, которая не подтверждается никакими лабораторными методами, просто человеку некомфортно. Симптоматик. Да, по симптоматике. А какая симптоматика у нецелиакия, нечувствительность глютену? Ну, это может быть тошнота, это может быть вздутие, диарея. То есть, это вот... Обычно это кишечные проявления. И вот в случае с целиакией, тут генетика играет довольно такую хорошую роль, имеются гены, которые ответственны за предрасположенность к целиакии. Если у человека обнаруживаются определенные гены, то тогда мы можем говорить, что, скорее всего, у него разовьется это. При этом, если у него не обнаруживаются эти гены, то маловероятно, что такое вообще с ним произойдет. В случае, если по генетике человек предрасположен к целиакии, то следующим этапом может быть исследование уже анализа крови на иммуноглобулины и также биопсия кишечника. Но это... Да. И причем диагноз будет подтверждаться только при наличии всех трех вот этих вот подтверждающих факторов. Ну, вот я еще довольно интересное исследование читал в отношении переносимости кофеина. Ну, многие считают, что кофеину может быть непереносимость, поэтому они там в Старбаксе заказываются, он там... Без кофеина. А в чем они говорят, что она заключается в непереносимости? Вот. Это такой самый главный, удивительный для меня вопрос-ответ. Непереносимость кофеина, она же зачастую проявляется в том, что у человека после избыточного употребления кофеина возникает чувство тревожности, ну, и разные такие психологические... Сердцебиение может защищаться. Сердцебиение и так далее. Но при этом у людей это ощущение другое, что непереносимость кофеина должна выражаться примерно так же, как непереносимость лактозы и всего остального. Нет, ну, кофеин, он на как бы имеет влияние на кишечник, да, но как бы это не вызывает какие-то там вздутия, диарею и так далее. Да, скорее всего, про непереносимость кофеина можно говорить только в том случае, когда человек действительно испытывает какую-то панику или тревожность после его употребления. Но в целом... Но он может это самооценить. Он может самооценить, может повышаться там сердцебиение, то же самое. Больше кофеин вряд ли может иметь какие-то последствия для организма в этом плане. Вообще... Ну, сон нарушать. Это так уже. В принципе, да. Вообще, наверное, нужно пояснить, как кофеин действует на организм, чтобы люди у нас понимали, о чём мы тут говорим. Кофеин, он никак не связан с энергией, то есть он не даёт энергию, как белки, жиры, углеводы, но при этом он воздействует на организм, чтобы тот тратил определённую энергию, заключающуюся в АТФ, так называемый, которая у него запасается на чёрный день. По той причине, что вообще АТФ можно представить как такой некий кошелёк, в котором имеются какие-то монетки в виде нашей энергии. По-биологически это будут фосфаты. И когда мы будем тратить эти монетки, кошелёк становится пустым. Это сигнал к тому, что человек устает, потому что ему нужно притормозить и восполнить энергетические запасы. Кофеин же говорит, а у нас вообще-то кошелёк не сильно пустой. Вот смотри, есть потайной кармашек, который ты обычно оставляешь на чёрный день. Вот давай оттуда возьмём энергию. И таким образом к нам приходит бодрость и появление каких-то сил. В плане генетики весь вопрос заключается в том, как быстро кофеин будет действовать на организм и какие могут быть последствия этого воздействия. Есть так называемые быстрые, нормальные и медленные метаболизаторы кофеина. То есть если ты быстро перевариваешь, усваиваешь, расщепляешь кофеин, то в таком случае эффект бодрствования или энергогенный эффект по-научному, он будет приходить быстрее, и человек будет требовать больше и больше кофеина по той причине, что он просто быстро утилизируется. В случае же с медленными метаболизаторами кофеина, кофеин действует на них довольно длительное время, и они больше двух чашек кофе в день вряд ли будут употреблять. Как я. Мне повезло. А я вот скорее чаще кофе употребляю. Хорошо, тогда еще про тревожность. Многие люди тревожатся о животных и отказываются от мяса. Ну, просто становятся вегетарианцами. Поэтическим соображениям. Веганы, да. Кроме этических соображений, есть еще определенная категория людей, которые говорят, что я не люблю мясо, я вот от него откажусь. И есть вынужденные вегетарианцы, которые просто по экономическим соображениям не могут позволить себе покупать мясо, потому что мясо довольно дорогой продукт. Какие тут могут быть, с одной стороны, показания отказаться от мяса? Ну, есть ли они вообще в принципе? И с другой стороны, какие есть риски такого добровольного отказа? Потому что это же всегда связано с нарушением баланса потребляемых витаминов и микроэлементов. Нет, смотрите. Отказаться от мяса, ограничить его, да, это одно. Но если мы говорим отказ совершенный, да, от продуктов животного происхождения. Здесь просто нужно, опять же, правильное, сбалансированное, разнообразное питание. Потому что как мясоед может быть больным человеком, так и вегетарианец может быть больным человеком, если он неправильно подходит к своему питанию. Конечно, у них риски чуть-чуть побольше, там, заработать все железоцветные, сытную анемию. Но, опять же, это всё решаемое, да. Им нужно, если они вообще не употребляют продукты животного происхождения, употреблять все B12 из банки. Но, опять же, я говорю, это просто вот подход к питанию правильный, как у мясоедов, так и у вегетарианцев. Но при этом есть же исследования, которые, с другой стороны, показывают, что употребление большого количества красного мяса повышает риск некоторых онкологических заболеваний. Есть и обратно доказывающие. Есть и обратно, да. Ну, то есть сейчас этот момент достаточно спорный, я бы сказала, вот такой. Я помню, когда ВОЗ выпустил заявление, сколько лет назад, это было год 3-4 назад, когда они сказали, что, типа, вот, переработанные мясные продукты приводят, могут привести, да. Канцерогенности. Да, 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 да. И сразу все такие, о боже, я там вчера съел, там, то-то, то-то, всё, у меня теперь рак. И они потом выпустили коррекцию своего заявления, сказали, там, успокойтесь, не волнуйтесь, это вот раз в месяц, там, если можете позволить переработанные, да, мясные продукты, кто не знает. Ну, сосиски. Сосиски, да, 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 ветчина. Хамон тоже самый мой любимый. Вот. То есть, ну, на самом деле, на данный момент это достаточно спорный вопрос. То есть мы не знаем наверняка, поэтому рекомендации, ну, в общем, разнообразие. Если вы можете есть мясо, но ешьте не так часто, потому что у нас есть, как мы вот обсуждали, у нас есть и рыба, у нас есть морепродукты, у нас есть птица, у нас есть бобовые. Замечательно. У нас есть яйца, опять же, которые тоже всегда спрашивают, сколько можно в неделю? Там же холестерин. Да. Это то же самое с творогом, да, всё время. Знаете, у нас советы в России, не больше 100 граммов творога, там, например, ребёнку. Я говорю, а если он съест 104, что будет? Вот мне просто даже интересно. Ну, в общем, неважно, да. Поэтому здесь просто подход к, правильный подход к питанию, разнообразность, опять же. На что нужно обращать внимание? Понятно, что есть там, ну, анализы, там, они разные бывают. Нет, нет, нет. Есть самочувствие, есть какие-то питательные. Нет, это разнообразное питание, это просто человеку надо понимать, что это такое. Вот как мы обсудили, да, 4 группы продуктов. Проанализировать, какие продукты. Свой рацион, да. Нет, речь идет о другом. Вот, предположим, человек считает, он именно считает, что он разнообразно питается, но при этом хочет получить какую-то, там, условно, стал больше уставать. Вот это стал больше уставать, может быть вообще просто субъективно. Все что угодно. Что он там, у него плохое настроение, он может там, больше стресса на работе. Может быть, осень или зима, меньше солнца, там, ниже витамин D и так далее. То есть может быть много разных причин. Но при этом человек хочет убедиться в том, что его рацион, ну, тем не менее, там, позволяет ему полноценно существовать. У него нет никаких там перекосов, нет избытка витаминов, там, дефициты каких-то витаминов. Ну вот, что ему нужно сделать, чтобы это проверить? Потому что, опять же, сейчас довольно много разных программ и серий, там, проверь на 50 микроэлементов, 20 витаминов. Это не нужно делать, потому что... Ну, смотрите, если вы хотите, вот, например, вы считаете, что это проблема с вашим питанием, да, вот человек, который живет, ну, скажем, хорошо в той же Канаде, он зайдет на сайт и посмотрит, что такое правильное питание. Там все написано, очень просто и доступно. И он посмотрит на свой рацион, он может, например, повести дневник, что очень скучно и нудно, но вот при желании можно сделать. Нет, не месяц, зачем, можно там 3 дня тире недели, да, потому что выходные, да, были тоже включены. Вот, и он посмотрит на свой рацион, сравнит с рекомендациями, с описанием, что такое правильное питание, и скажет, о, о, я, оказывается, хорошо питаюсь, да, иначе, наверное, майя усталость связана с чем-то другим, он может пойти к врачу и, в общем, врач уже там проверит, может быть, ну, может быть, там что-то случилось, может, я не знаю, там, диабет первого типа у него случился, может быть, действительно, там железо-действительная анимия случилась. А может быть, он просто мало спит. А может быть, у него сон нарушен, он не знает, он спит много, а сон, на самом деле, некачественный, то есть, ну, это может быть все, что угодно. Или там он действительно нервничает о чем-то и даже вот не подстеревает, насколько это на него влияет. Ну, вот как-то так. Ну, то есть мы упираемся в государственные, хорошие, да, рекомендации, плюс в хороших специалистов, что проблема. У нас пару выпусков назад мы с экспертами про вакцинацию, про коронавирус, обсуждали про то, что сдавать тесты на антитела. Бессмысленно, не информативно, по крайней мере, вот сейчас. Сейчас, да. И сейчас мы приходим к тому, что, на самом деле, анализы на витамины тоже зачастую бессмысленны и не очень эффективны. Но при этом есть же ситуации, в которых эти анализы на витамины нужны. Ну, есть, конечно. Какие это случаи? Да, ну, например, если не витамины, мы говорим микроэлементы, да, потому что это витамины и минералы, но можем проверить действительно на железодефицитную анемию. Такое часто бывает. У детей очень часто бывает нехватка цинка, вот, ну, к примеру, помимо, да, железа. А там тоже это проверяется. Витамин D, естественно. Ну, если это, например, не знаю, там, пришёл вегетарианец, который стал вегетарианцем и заранее не узнал, что ему нужно делать, у него может быть, конечно, анемия связана с витаминами B12. Там пойдёт вниз B9 и B6. Вот. Иногда бывает нехватка B1, но его даже не надо сдавать. И просто, когда ты опрашиваешь человека и спрашиваешь, что ешь, что он ест, ты понимаешь, что у него абсолютно не хватает зерновых культур. И начинаешь там спрашивать, а вот, по-моему, вы чувствуете там анемение или там покалывание в кончиках пальцев? И они такие, да, откуда вы узнали? У меня каждый раз такое ощущение, как будто я такая сижу с шаром. Сейчас я вам всё расскажу. Поэтому ты просто понимаешь, что не надо его проверять, просто корректировать, и всё. Хорошо. Но вот тогда кроме вот такого питания разнообразного, есть ещё разные нюансы, связанные с поведением. И есть люди, которые считают, что они разнообразно питаются, очень ограниченные по калорийности и так далее. Но вот у них вот орешки в столе, и они вот, когда нервничают, они этими орешками заедают. Ещё орешкам-то ладно, но орешки хотя бы полезные, правда, калорийные, но полезные. А если это не орешки, а чипсы? И при этом, там, обратная ситуация, есть люди, которые там два раза в день едят, или там один раз в день едят, и у них всё супер, у них не хочется есть больше. С чем это связано? Ну, там есть определённая история про какие-то вкусовые предпочтения. Там кто-то чувствует горько сильнее, чувствует горько слабее. Но это скорее выбор именно там, что он там грейпфрут ем или не ем. Ну, или острое, например. Да, или острое, или там сладкое. Это очень интересно. Ну, для меня лично, я просто очень люблю острое. Я ем абсолютно, вот, ну, например, там, если вы знаете, хабанейро перец, да, один из самых острых на рынке. По-моему, следующий там ещё какой-то, я не помню. Вот я его могу есть спокойно, но это генетическое предусположие. Я просто его ем, я получаю такое удовольствие. А у меня, например, родственники, они могут даже понюхать то, что там съесть. Как человек часто ест? Вот этот ваш вопрос, если это с чем связано? И чистота. И именно что он предпочитает? Что он предпочитает? Есть же, ну, кроме чистоты, ещё история про то, что некоторые люди едят часто, но, условно, дробно, вот там такие полноценные проценты. А есть люди, которые едят, там, условно, два раза в день, там, условно, завтрак и ужин, и ещё между этим какие-то перекусы, чипсы, вот что-то такое. Ну, диктой, как правило, образ жизни. Да, это мультифакторная такая история, потому что в плане чистоты питания, ну, как сказать, рекомендации исходят там от трёх до шести раз, опять же, зависит от образа жизни, да, какой ты ведёшь. Да, это активность, может быть, ты просыпаешься в двенадцать, лежишь, потом еле-еле засыпаешь опять в двенадцать, ну, то есть понятно, что тебе не нужно столько... Потому что для нас еда – это не только вот вкус, это калория для нашего организма. Это вот чтобы как бы вот думать, смотреть, анализировать и так далее. Вот. В качестве вкусовых предпочтений это тоже история, в общем-то, такая достаточно мультифакторная. Это может связано быть с тем, к чему человек привык, потому что он, например, не развивает свои, да, вкусовые рецепторы. Опять же, генетическая предрасположенность, как мы только что говорили, про там горькое, острое и так далее, солёное, сладкое. А как это работает? Ну, в смысле, что как именно? А как работает генетическая предрасположенность к горькому? Там, мне кажется, довольно... Как воспринимается просто рецепторами. Да. Да. Вот как выражены у вас рецепторы. Да, это нужно понимать, что это именно предрасположенность, то есть человек даже с высокой предрасположенностью может спокойно относиться к горькой пище, а может наоборот. Тут скорее действительно играет роль именно социальные какие-то факторы, те же самые культура питания в семье, то, как человек в принципе употребляет как часто какие-то продукты. В принципе, дети, они вот тоже довольно избирательны к еде. До 10 лет плюс-минус. А затем, когда уже человек становится взрослым... Но это опять же зависит от родителей. Потому что, конечно, когда ребёнок рождается, у него нет вот этого... Он не знает, что такое авокадо, он не знает, что такое рыба, он не знает, что такое вкусная рыба. А это зависит только от родителей, насколько родители готовы, стараются, имеют терпение предлагать, не навязывать. Это очень важно. Кстати, очень большая проблема и большая такая тема, когда родители навязывают вкусовые предпочтения, какие-то страхи к еде, связанные с едой. Может, они не хотят этого делать, но они, например, это делают иногда защитить ребёнка, потому что, например, у ребёнка аллергия, но ребёнок может её перерасти. Но родители настолько навязывают эту негативную коннотацию с едой, определённой для ребёнка, что он потом вообще не будет это есть никогда. Это потом как раз-таки и приводит к различным пищевым расстройствам, к сожалению. На самом деле, довольно такая, мне кажется, частая история в отношении грибов, что есть там категория людей, которые грибы не любят, а агрессивные не любят. Категория людей, которые грибы обожают. Они просто не умеют их готовить, которые не любят, скорее всего. Нет, у нас же есть в России, вот, кстати, я когда начала здесь работать с детьми, мне сказали, ну, вот детям нельзя грибы. Да-да-да. Я говорю, тяжёлая пища. Вот это вообще очень, да. Что такое вообще? Ну, говорю, сыры, до двух лет не давайте, но до года, да, там, ну, как бы, а так можно грибы детям? Ну, в общем, есть многие, да, много всяких мифов, к сожалению. И они продолжаются, вот, я же говорю, вот это вот с красным, жёлтым, оранжевым. Ну, типа там, аллергии не ешьте, красное. Ну, это по, да, пищевой непереносимости. Всё, с чем-то вообще связано, потому что ничего нельзя. Красное, там, ну, представляете, сколько количество там ягод, фруктов, овощей урезается из рациона. Ну, хотя проблема может быть вообще там, я не знаю, там, с бытовой химией связана, никак не с пищевой аллергии. Да, и причём, если человек сдаст анализ на иммуноглобулины, какому-то определённому компоненту пищи, он покажет то, что у него вот там высокий уровень этих антител. Ну, да, в том числе. И при этом самое интересное, что если он перестанет их есть и будет употреблять другие продукты, то потом, когда он будет сдавать во второй раз, у него будут эти иммуноглобулины повышаться на те продукты, которые он употребил. Да, это две разные вещи. Просто когда человек сдаёт анализ на аллергию, иммуноглобулин Е, да, когда, скажем, вот у него выявляется аллергия, это не обязательно, что ему нельзя есть продукт, мы всегда смотрим на две истории, то есть на анализ и на симптоматику, потому что, ну, скажем, вывели у вас аллергию, я не знаю, там, на помидоры. Ну, к примеру, да, вот. Но вы их едите, и всё в порядке. Значит, вам можно есть. Но сейчас существуют вот эти вот анализы на непереносимость пищи, о которой, да, вы говорили, и это вообще, конечно, очень забавная история, потому что это действительно работает так. У тебя просто появляется иммуноглобулина просто потому, что ты ел эту пищу, это не значит, что тебе нельзя её есть. И это просто вот, ну, раскрутка людей на деньги. К сожалению, это очень дорого стоит, и это люди действительно считают, о, супер, прорыв в науке, я теперь уже знаю всё о своём питании. Это не работает. Это только вот... Непереносимость – это только по симптоматике. Ну, и самое интересное, что вот в отношении этих анализов на непереносимость по антителам, есть же даже гайдлайны в Штатах, которые там свидетельствуют против применения этих тестов для определения пищевых непереносимых. И ассоциации аллергологов и монологов не признают этот тест. Конечно, везде, где бы вы ни открыли, вы увидите вот эту фразу, что сейчас не существует медицинских анализов для того, чтобы определить непереносимость. Она определяется только по симптоматике. Всё. Вот это как бы стандартная вещь. Но, к сожалению, опять же говорю, люди хотят быстро просто всё как раз делать. Люди очень ленивые. Да, ленивые люди. Ленивые, да-да, к сожалению, в большинстве своём. Подкаст «Просто такая генетика». Ну, вот ещё тогда возвращаясь, опять же, к частоте питания. Часто, когда люди приходят в спортзал, первый раз или первый раз за год, им тренер говорит, ну, давайте вот грудку куриную, там, рис. Опять гречка, грец должен заниматься своим делом. И шесть раз в день. Там, по чуть-чуть. Ну, это кажется, во-первых, нереально. Чтобы разогнать метаболизм. Никто не может там жить в шесть раз в день. Он до чего не только не советует, боже, да. Нет, на самом деле, дробное питание, вот этот миф, он основан на том, что примерно 10% от калорийности пищи у нас тратится на её переработку, на так называемый термический эффект пищи. Да. И люди, которые считают, что дробное питание им поможет потратить больше калорий за счёт вот этого переваривания частого, они немножко неправы. По этой причине, что что ты шесть раз поешь, что ты три раза поешь, термический эффект пищи суммарно за весь день будет один и тот же. 10% примерно. В завершение хотел вас попросить дать какие-нибудь короткие советы нашим слушателям. Полноценные, разнообразные. Да. Я не прошу рассказать в двух словах, что такое правильное питание. И не прошу читать иностранные источники, потому что, ну, всё-таки, там, объективно, людям, не специалистам, тяжело читать иностранные источники. Нет, подожди, тяжело читать научные исследования. И не только, как бы, русским людям, а не специалистам, даже вот англоговорящим. Ну, вот, кстати, клинические рекомендации, там, американские, канадские. Вот канадские мне очень нравятся, например. А мне, по-своему, тарелка не очень нравится. Да, я предпочитаю предыдущие. Они более, ну, как бы мне понятно, но я думаю, что пациентам, вообще людям менее стало понятно, как питаться. Есть ещё хорошие датские рекомендации, которые тоже довольно красочные. И каждый человек может понять, какие группы продуктов ему есть. То, что нужно, там, условно говоря, употреблять и белки, и жиры, и углеводы в хорошей такой адекватной пропорции. Есть много овощей и фруктов. Если человек будет соблюдать эти рекомендации или следовать, например, гарвардской тарелке здорового питания. Мне нравится Великобритания, на самом деле. У них очень сделано анимационно. То есть, там наводишь стрелочку на вот эту вот тарелку, и по группам продуктов, да? И ты наводишь там на молочные, там сразу выскакивает. На что обращать внимание? То есть, ну, достаточно, мне кажется, просто сделано. Для русскоговорящих, простых людей я бы посоветовала заходить на такие сайты, как Mayo Clinic, ну, к примеру, да? И переводить текст. Потому что там очень просто написано. Действительно написано для пациентов. То есть, не для врачей. Google Translate вполне справляется с такими задачами. Да, то есть, ну да, там что-то будет не точно, но вы поймете смысл. Если что, там уточните потом у хорошего специалиста. Но, да, я бы вот рекомендовала рекомендовала такие сайты, чтобы... Да, именно иностранные, потому что российские источники с этим не справляются. Мне больше всего нравится, знаете, что рекомендация существует детская вода. Я тоже узнала это в прошлом году, что в России существует детская вода. Да, она стоит в два раза дороже, чем взрослая вода. Просто потому, что она детская. Мне позвонил педиатр-аллерголог, который работает здесь, в Великобританию. Он такой говорит, слушай, извини, пожалуйста, а что такое детская вода? А есть же еще водородная, там, щелочная вода и так далее. Ну, детская вода, это, конечно, сильно. Я не знала, я даже не обращала внимания, правда, я потом зашла в магазин, после того, как он мне позвонил, и увидела, что действительно есть детская вода. Ну, вот видите, мир такой чудесный, полон всяких загадочных вещей. Это был подкаст «Просто такая генетика». Подписывайтесь на нас на YouTube и на подкаст-площадках Apple Podcast, Google Podcast и CastBox. Пока! Генотек Подкаст «Просто такая генетика»